Добрый день всем участникам этой презентации. Мы не хотели на самом деле много говорить, просто кратко представить свои концепции, то, что нашло отражение в этой книге, потому что с самой книгой с этими статьями вы сможете ознакомиться позже. Но я хочу сказать, что изначально эта книга, она вышла, готовилась на английском языке. Она вышла в 2019 году в Гусне, в Сараево была издана. И вот это русское издание, это не просто переиздание, это уже доработанное, переработанное издание, актуализированное. Поэтому можно сказать, что это фактически оригинальное новое издание. И вот издательство МГО согласилось предоставить свою площадку и издать у себя. И мы благодарны издательству МГО, конечно, потому что у нее вызывается очень большой авторитет. Судя по названию, конечно, очень много звучало критики насчет названия этой книги. Но здесь не столько от нас, зависит от издательства, которое старалось какое-то название. Это с маркетингом больше связано, чтобы это звучало название. Но, как вы понимаете, здесь речь идет про традиционный ислам. Традиционный ислам, в кавычках, о котором очень много говорят уже в протяжении последних десяти лет, но никто еще так четко, конкретно не сказал. В дефиниции традиционного ислама до сих пор нет. И это идет речь о татарскане, о татарскане. Потому что в других регионах Российской Федерации, о том же самом Кавказе, уже в принципе это определились. Традиционный ислам – это знак равенства, это суфизм. Это наши корни, суфизм наши корни. И чаще всего это так трактуется. Там такой дискуссии нет, как у нас. У нас пока до сих пор очень много различных версий, предложений. И как раз мы в своей статье «Слоевой и Дусовной» об этом говорим. Мы все версии пытаемся анализировать. И в итоге мы тоже не смогли какой-то сделать вывод, не смогли дать дефиницию традиционного ислама. Потому что, ну, пока не получается. Пока мнений очень много. Ну, что касается моего мнения, то я считаю, что здесь, в принципе, особо гадать нечего. Вот еще в советское время нашими этнографами и Рауфова-Разманова, и другие тоже наши татарские этнографы, они предлагали такой термин, как «Обрядовый ислам» или «Этнократический ислам». В большом счете это так и сохраняется до сих пор, и ничего не меняется. Потому что, если взять в целом, в целом вот татар, который проживает не только в Татарстане, но и в территории Российской Федерации, они вот этот этнографический ислам исповедуют. То есть этот ислам, который связан с «Обрядами», в первую очередь, с «Обрядами», с «Уевериями», то есть это понимается «Ислам» так. И именно вот этот «Обрядовый ислам» он сохранил сам настоящий ислам в советское время, в период атеизма. Эти «Обряды» не совершались и не прекращались никогда, и причем эти «Обряды» сохранили татарский язык, а татарский язык сохранил вот этот «Обрядовый ислам». Сами татары, я считаю, ну это идет испокон веков еще, с времен принятия ислам, поскольку ислам пришел к нам со Средней Азии, и вот эта традиция поклонения могилам, святым, суфийская традиция, она всегда была очень сильно влияла на татар. И различные суеверия тоже, которые расстроены на Ближнем Востоке и в Средней Азии, они к нам почти один один к нам перешли. И здесь ничего удивительного нет. И вот этот ислам, который мы называем традиционным, я еще раз скажу, я считаю его обрядом. Обрядом и какие-то вот перемены происходят, начали происходить только в последнее время. Я считаю, что вот с приходом до муфтия, камеры Фонряда Себегулина, постепенно начались изменения. Если мы вот проанализируем, а я читаю татарскую прессу, практически всю, мониторю, все вопросы, касающиеся ислама, все обращения к имамам, они связаны вот с бытовыми вещами. Можно ли оставить краску или кисточку на далбищу, да, или оставить, или забрать можно. То есть вот все вопросы вот такие, вот такого плана. Очень редко там проскальзывает какой-то вопрос более-менее близко к сериалу что-то. И Джалюд Хазарец-Мозгеев уже неоднократно договорил. Вы, говорит, определитесь, говорит, о чем вы в судный день будете говорить. О краске, что ли, вы будете говорить, да, или о намазе, то, что вы читали, или не читают намаз, или еще что-то, говорит. Вы же там про краску, вас никто не будет спрашивать. Но, тем не менее, они вот все это отвечают. И потом, вторая сторона есть. Ну, может быть, кто-то еще скажет, то, что есть как бы определенный заказ, скажем так, властей на традиционный ислам, да, то есть на такой мирный, неконфликтный, наш, исконный и так далее. Поэтому вот муковинство, оно вынуждено тоже подстраиваться под эти требования, как бы, вот эти запросы, которые звучат со стороны власти. И постоянно вынуждены адаптировать некоторые явления, которые являются, например, там, бессмертный бог, если взять, да, который, по большому счету, противоречит исламу, да, тут отношение портретов. То есть это и тот же самый джанрный подряд, возле вынуждены объяснять, искать какие-то примеры, чтобы оправдать и обнести, как бы, в рамку лона ислама, да, обряд, там, или еще что-то, или сабантует, допустим, да, то есть, там, условно говоря, сабантует, там, Брак Мухаммад тоже участвовал в соревнованиях, там, каких-то, да, там, и вот, якобы, сабантует тоже это нормально, в качестве. То есть вот этот духовенство у нас в целом вот так. То есть оно, как бы, критикует, но не уступает против. И вот с 13-го года, с момента прихода Камеры Хадрета, не сразу, но постепенно началось вот именно… Он не отвечает на такие вопросы никакого плана. Он отвечает на вопросы по шариату, различные сложные вещи, пытается разобрать, он сам неплохо разбирается, и в телеграм-канале его, и в других источниках. И вот я считаю, что с приходом Камеры Хадрета Санегулина уже, наверное, ислам наш называть нам по-другому. Так что это ислам теологический. Я там вам предлагаю, ислам теологический, потому что сейчас уже вот эти вещи бытовые, они постепенно уходят на второй план, и вот не только Камеры Хадрета и окружение его, они стали, как положено, можете им давать, вот, ну, религиозные формировки и трактовки различным явлениям связанных с шариатом. И они очень хорошо обоснованы в основных источниках, но тот же самый, там, случай, там, возник, как хранить умерших от коронавируса. Вот этот Камер Хадрета очень четко все это объяснил, основываясь на хороших примерах. Ну, конечно, здесь есть люди, есть, которые критикуют, и, может быть, не все это совершенно, но, тем не менее, вот я считаю, что сейчас вот происходит поворот от традиционного теологического ислама в Тарске. И, вот, поэтому, возможно, вот эта проблема традиционного ислама, она вот сама по себе сойдет на нет, а, может быть, и нет. Но, тем не менее, вот эти тенденции, которые есть не только в Тарстане, и, в целом, по Российской Федерации, вот нашли отражение в этой книге, это и Башкортостан, это и Крым, и, в принципе, я думаю, что нам нужно будет, нам многим будет интересно ознакомиться. По крайней мере, это первая практическая попытка ввести в научный оборот этот термин. Хотя публикации до настоящего времени были, и мы их всех приводим, и в западной науке, и в российской науке, мы не о чем отказываемся, мы не говорим, что мы самые первые. Но вот такой обобщающий труд, вот систематизирующий это явление, это вот, наверное, первый. Ну, мы пока, наверное, вот каждый скажет свое мнение, потом, может быть, задавать вопросы и отвечать на те вопросы, которые мы сегодня не возникли. Спасибо. Я все время, когда писала раньше «Научные труды», нам говорили о том, что не надо использовать слово «мы», да, когда мы пишем, потому что «мы» — это Макс с Энгельсом писали «мы», поэтому, ну, сейчас я первый раз в жизни пишу наконец-то «мы», потому что это статью написали «мы» с Азатом, и можно говорить «мы». Ну, вообще, на самом деле, в западной науке нет ничего плохого писать я, считаю, но у нас скромные люди, видимо, как-то это не принято. Ну, так вот, я хотела бы поблагодарить Рената Ириковича Бекина за то, что он смог объединить такое количество авторов и издать эту работу на, я думаю, очень неплохом уровне, причем это во многом его заслуга, потому что первый материал, который мы издавали — это один материал, а тот, который вышел, дошел до издания — это другой материал, именно благодаря очень тщательной, скрупулезной работе, когда он перепроверял все сноски, все это очень профессиональная, высокопрофессиональная работа, и работать с Ренатой Ирикой очень сильно было одно удовольствие — это профессионал. Ну, и я хочу сказать большое спасибо Азату здесь публично, потому что это всегда было приятно работать, мужской плечо, который брал на себя всякие не очень приятные части этой работы, всегда помогал, в общем, ну, то есть хочу сказать, что с Азатом работать тоже одно удовольствие, поэтому вот публично хотела бы поблагодарить. Ну, а теперь, после того, как я сказала Азату много приятного, я хотела сказать не столько неприятное, сколько немножко поспорить с тем, что он сказал, несмотря на то, что мы авторы одной статьи, да, но, тем не менее, я не совсем согласна с тем, что здесь прозвучало. Я сейчас объясню почему, то есть мы, в принципе, не противоречим друг другу, но, тем не менее, есть повод для дискуссии, а для любого круглого стола, наверное, это хорошо, да, можно о чем-то поспорить уже даже среди участников. Во-первых, хотела бы отметить, что само понятие традиционный ислам, оно не присуще арабо-мусульманскому культурному ареалу. Это у Каспиера Маттинсона есть очень хорошая статья, где он разбирает вот эту тенденцию называть традиционный ислам, он говорит, что если самый близкий аналог в арабо-мусульманском культурном ареале это токлид, то есть ислам токлиде, но ислама традиционного такого понятия просто нет, то есть если набрать в интернете на арабском поиске, то ничто не выходит. Поэтому, если же мы посмотрим на токлид, на традицию токлида в исламе, то заметим, что к токлиду отношения разные, да, то есть даже в самом татарском обществе есть сторонники токлида, есть противники токлида, но вот если посмотрим наследие джатидов, условно говоря, вот это начало 20-го века, такое обновленческое движение, то токлид там всегда очень сильно ругали. Сейчас, если мы посмотрим, как относится к токлиду, без токлида еще приходит к выводу, что без токлида нельзя, токлид – это вполне обоснованный и правильный подход, потому что действительно многие вещи уже сказаны, исследовать авторитетом прошлого – это хорошо и правильно. Если мы посмотрим на того же Камилю Самигулина, то, ну, наверное, он тоже в определенном смысле сторонник токлида. Так вот, поэтому аналог традиционного ислама в арабо-мусульманском ареале не совпадает. То есть токлид – это не традиционный ислам. Что же такое традиционный ислам? Тут я бы хотела сказать, что у нас, ну, условно говоря, есть три типа терминов, которые мы имеем в отношении какой-то философской, идеологической мысли. Первый – это самоназвание, да, то есть мы, например, знаем, что есть суфизм, есть или есть шафииты, есть ханафиты, да, то есть они сами себя так называют. Да, если мы посмотрим суфизм, это крайне разнородное явление, которое очень сложно свести к какому-то чему-то одному, там масса всего, и суфизм суфизму не всегда… То есть сами суфии очень часто не совпадают по ряду вопросов, но, тем не менее, это самоназвание. Второе название – это то название, которое дают учёные. Ну, например, понятие реформаторского, да, то есть мы называем реформаторами Мусу Бигиева, Заяйтина Камали, кто-то называет Резайдинов и Хредима умеренным реформатором, но вот Айдар Хредудинов у нас здесь, и он подтвердит, что Муса Бигиев сам спорил с тем, что он не реформатор, он говорит, что не слахчит увы. То есть, да, учёные могут наделять какое-то явление какими-то качествами и говорить, что да, это вот такие-то, такие-то свойства есть, но уже здесь гораздо больше споров, да, потому что те, кого собрали в одну группу по каким-то параметрам, сами могут сказать, что нет ничего подобного, мы совершенно… мы не реформаторы или мы там не… ещё какие-то там концерты академисты там или джадиды, да. И третий тип терминов, самый, наверное, трудный, самый спорный – это термин, который даётся по политическим мотивам. То есть, сам Каспер Матиасон пишет, что вообще идея традиционного ислама возникла не в реале восточного мира, мусульманского мира, а сам дискурс, традиционный ислам – это чисто западный конструкт. То есть, во Франции, в Германии, в Англии много мусульман, и государство вынуждено каким-то образом взаимодействовать с этим исламом, с разнородным, имеющим там от народных традиций до каких-то высоких философских концепций. Всё это надо как-то объединить, и плюс ко всему, чтобы не было проблем с мусульманами, и поэтому государства эти, и Россия тут не слишком выходит из этого тренда, ищут тот мирный традиционный ислам, и таким образом сами создают вот эту концепцию традиционного ислама, а потом уже инсульмане пытаются истолковать, что же имело в виду государство, ну и уже потом пытаются объяснить, что такое традиционный ислам или не традиционный ислам. Так вот, если мы проанализируем литературу западную по поводу поиска, так скажем, татарского традиционного ислама, то есть литература, Ален Франк написал по традиционному исламу, Мэтью Дерик, Сертацу написал, Матео Бенуси, Лили Дипупа, Ешка Шмолер, все они писали так или иначе статьи по татарскому традиционному исламу. Мне кажется, что они немножко... Тут, кстати говоря, жаль, что их нет, потому что у нас были уже споры, были протесты со стороны Матео Бенуси по поводу того, что мы о нем написали, другие коллеги не так ярко протестовали, но, так сказать, хмурились. То есть, на мой взгляд, ошибка, не ошибка даже сказать, даже сложно сказать, что это заблуждение, ошибка или еще что-то, но проблема в том, что они ищут этот традиционный ислам, как будто он существует. Я считаю, и Азад, по-моему, тоже со мной вполне согласен, соглашался... Почему, кстати, говорят, Азад говорит, мы не смогли дать определение? Это не потому что мы не смогли дать определение, а потому что это конструкт, и это конструкт искусственный, и невозможно дать определение тому, у чего нет каких-то корней в самой этой культуре. Но есть потребность к обществу, и общество пытается дать там свой ответ. Вот у нас тоже присутствует Рустам Гаярович Батров, тоже написал целую работу по поводу традиционного ислама. Может быть, как раз будет интересно узнать, считаете ли вы, есть все-таки традиционный ислам или нет. Но, тем не менее, я вот заканчиваю свою бурную речь. Хотела бы сказать, что мы так и подходили, что традиционный ислам – это конструкт, и дали микрофон каждому из достаточно авторитетных богословов, проживающих сейчас в Казахстане, чтобы они сказали, что они понимают под этим конструктом. И единственное, что, наверное, вот я могу сказать, какая тенденция существует вот в этом истолковании конструкта, что такое традиционный ислам, не единственное, несколько, но один из главных, наверное. Это то, что у нас все-таки идет такой тренд от татарского ислама, да, татароязычного ислама, который следует в руф дататлерге, да, в руф дататлерге, да, в руф дататлерге, да, вот, от этого обрядового, нетрадиционного, обрядового и народного татарского ислама на татарском языке переходит к такому более наднациональному языку. То есть, если мы посмотрим, мы анализируем Рустама Новгалеева, который выпускник Аляскара, да, но татарский, например, не владеет. Рустам Гаярович, я с большим уважением отношусь, как вы, относитесь к татарской культуре, то есть вы изучаете татарский язык и все, но, тем не менее, татарский язык и у вас, и у меня не является таким, как сказать, рабочим. Мы не думаем на этом языке, и поэтому ислам у нас лишается вот этой вот основы, поэтому вот эта тенденция существует, да, потери местного ислама вот этой, так сказать, народной татарской сущности. У меня еще будут, возможно, по ходу нашего круглого слова какие-то замечания, ну, пока на минуту. Ассаляму алейкум, ва рахмату аллахи ва баракату. Приветствую вас в мусульманском приветствии, дорогие друзья. И сразу с пожеланием вам мира и благодати. И сразу скажу, что я приятно удивлена, что столько людей заинтересовались нашей книгой. И для любого автора, наверное, для любого коллектива авторов, это, наверное, ну, один из самых приятных моментов видеть, да, что работа, которую мы посвятили определенное время, вызывает у кого-то интерес. Это действительно очень приятно. Спасибо за то, что пришли. Я вот сижу, всматриваюсь в лица, мне очень приятно здесь видеть знакомые лица, приятно видеть коллег. Я понимаю, что профессиональный интерес есть, это, конечно, понятно. Мне очень приятно видеть здесь даже некоторых героев, респондентов, с кем лично мне приходилось беседовать, да, что они откликнулись на объявления. Ну и не всех я вижу, темно в зале. Я предполагаю, что здесь интерес и личного характера есть такой, да. Все-таки вопрос личной идентичности тоже связан с этой религией. Мы татары, у нас религиозная и этническая идентичность, она неразрывна. И, может быть, кто-то сюда пришел, чтобы лучше узнать себя, в том числе, да, про себя узнать вот через эту книгу. И не исключаю такой вариант. Ну и какие-то, может быть, еще другие есть здесь мотивации. Но, в любом случае, очень приятно. Да, про традиционный ислам сказали, что это такой искусственный конструкт. Я тоже придерживаюсь этой позиции. Просто у меня опыт вот участия в таком сборнике вот именно такого типа. Это первый, в отличие от коллег. Коллеги-то у нас уже, Лейла, она вообще в Америке стажировалась и с европейскими исследователями, ведет диспуты уже давно и уже на рецензирование там, на критику дает их работы. Поэтому они обижаются, не обижаются, но тут татарская женщина. Ну, короче, везде татарская женщина. У меня это первый опыт. И я очень сожалею, что здесь нет главного инициатора, того, что это главного виновника, того, что эта книга появилась на свет, самого Рустама Ириковича Беккина, ой, Ренака Ириковича Беккина, потому что это он к нам обратился с этим предложением. И я очень ему признательна, что он ко мне обратился. Для меня это был вызов, честно скажу. И в результате работы над этой статьей я просто поняла, что другие статьи в другом плане, да, уже работы какие-то научные писать, я просто больше после этого не хочу. И если продолжать работать научной деятельностью и писать работы, то только вот в таком формате. Лично я это полтора года, даже больше эта работа у меня длилась. Переделывать приходилось, корректировать, исправлять. Ну, действительно, это огромная работа. И книга книги розыни, вот я хочу вам сказать. Вот те, кто заинтересовались этой книгой, вы точно не ошиблись. Это я говорю не потому, что это вот наша книга, и мы свой продукт хвалим, да, но зная, какой труд в это был заложен и какая степень осознанности, ответственности была, да, у авторов. Мне есть с чем сравнить. Так что я надеюсь, что вы не пожалеете те, кто эту книгу реально приобретет и с ней познакомится. Ну, по крайней мере, многие ответы на свои вопросы найдете. А может быть, это подвигнет вас на еще более-более глубокие вопросы, что, в принципе, тоже одна из целей любой научной работы, чтобы расширять горизонты. Вот. Что касается моей статьи. Ну, мне было предложено, да, несколько тем назвать. Я назвала, и вот, среди прочего, меня всегда интересовал суфизм, суфизм у татар, как такая духовная традиция ислама, познание ислама сердца, религия сердца, как ее называют. И вот как раз вот именно предложен был такой вариант. Моя статья называется «Суфизм в Татарстане. Возрождение традиции или экспансия». А, возрождение традиции, экспорт или экспансия. Такое название, потому что на самом деле, так же, как по поводу термина о традиционном исламе, относительно суфизма, тоже очень много разных мнений. Это одна из самых, я бы сказала, таких интересных, не просто интересных тем, как это говорят, таких вот интригующих тем даже в исламе. Вокруг суфизма очень много разных мифов. Кто-то это вообще считает эзотерической традицией, а кто-то полным мраковесием, вплоть до таких крайностей. Кто-то в этом усматривает волшебные какие-то такие вещи, да, сихрии, как татар говорят, да, и так далее. Мне было интересно именно изучить суфизм вот в его практической такой представленности. История старая, еще в 2012 году один мой студент в Российском исламском институте писал магистерскую работу на тему суфизма в современном Татарстане. И тогда мы с ним решили разработать анкеты и задавать вопросы вот конкретным представителям суфизма, кого ему удалось найти. И, в результате, это выросло в такую интересную работу. И я постоянно к ней обращалась, ее перечитывала. И, ну, какой-то задел уже, в принципе, можно сказать, был. Но, тем не менее, потом пришлось погрузиться в эту тему более основательно. Очень много людей было оброшено. Суфиев у нас, аль-хамдул-ля, в Татарстане немало. И разные тарикаты представлены. Ну, в частности, у нас есть представители Кадиритского тариката. Это последователи Хайдарбаша. Есть у нас представители, конечно же, Накшбандия. То, что традиционно для татар тарикат был. Если в средние века это была Ясавия, из Средней Азии пришедшая традиция, да, то уже в эпоху Золотой Орды, более позднюю эпоху, она сменяется уже больше на Кашбандии. Это такой городской немножко традиции ремесленников. В ремесленнической городской среде она возникла, где главный лозунг был не полное отречение от активной жизни, да, а именно главный принцип был, что сердцем с Аллахом, а руки в деле. То есть жить вот этой земной жизнью, но при этом все время совершенствовать вот свой дух, работать над душой. У Накшбандия, как и у других тарикатов, много разных ответвлений, в том числе и в Татарстане представлены разные ответвления Накшбандия. Это и Хаккания Рапания, последователи шейха Назима Хаккани. Это и Хусайния, один единственный представитель, который вот считается шейхом этого направления. Он все еще жив, живет в Татарстане. Здесь у нас тоже есть вот коллеги, которые с ним общались и писали об этом. А, кстати, в зале присутствуют в том числе коллеги, чьи работы я цитировала. Это особенно приятно, да, сейчас вот признать это. Ну и другие направления тарикаты Накшбандия. Хусайния – это ветвь, которая… Дело в том, что в Татарстане традиции суфизма, если они до революции были, активные очень. И это была главная форма вообще распространения ислама в Волгоуральском регионе исторически. Через суфистских шейхов, дервишей, да, вот духовное знание распространялось. И после завоевания Казани, ну, это была практически такая самая сильная, единственная форма сохранения имана, сохранения своей идентичности, своего духовного стержня. И суфистские наставники, они играли очень важную роль как раз для самосохранения нации, для сохранения самосознания. И после Октябрьской революции, конечно же, эти традиции были прерваны. И вот, в частности, одна из ветвей, одним из самых таких авторитетных шейфов был Зайнула Расулев. Через него эта линия ушла в Дагестан. И так получилось, что в наше время она опять уже вернулась через Дагестан сюда. И вот эта линия Махмудия. Также есть представление Тарикат Шазелье. Это тоже дагестанское братство, которое больше дагестанцы, да, вот здесь представляет. Но также очень много татар, которые едут в Дагестан к духовным авторитетам там, и потом возвращаются сюда и уже здесь обрастают своими последователями. Ну и в каждом братстве вот точно так же. Есть и некоторые такие экзотичные, допустим, представители суфизма, как Тиджания. То, что никогда не было характерно для Татарстана, это вот приезжали такие европейские проповедники, принявшие ислам. Ну вот был такой Фредди Боллок, его называют шейх Али. И вот когда он приезжал в Татарстан, он вообще по России путешествовал, в Омске очень активные его последователи, в Питере. В Татарстане тоже небольшая группа последователей сформировалась, но после смерти самого шейха Али Фредди Боллока эта группа распалась. Я имела счастье общаться с самим Фредди Боллоком, это было много лет, много лет назад. Я тогда знать не знала, что мне придется писать статью про суфизм в Татарстане. И потом уже я восстанавливала вот эти контакты, связи с его последователями, брала у них интервью. Ну и если уж говорить правильно, суфизм сегодня также представлены, как я уже сказала, и традиционные дарикаты, да, где вот эта линия преемственности духовной соблюдается, где вот ритуалы, посвящения и дополнительные какие-то вот обязательства накладываются, практики, да, духовные, и это соблюдается. Ну, как в классическом суфизме. Ну, также есть определенные девиации в настоящее время. Мы живем уже в такое вот время, постиндустриальное, когда интернет и виртуальное пространство активны очень, и есть возможность, даже некоторые традиционные дарикаты пользуются вот этими возможностями техническими, они уже превращаются в транснациональные движения, ну, в частности, вот Хакония, да, к таким относятся. И в ряде дарикатов можно даже получить байгат, то есть посвящение через интернет. Даже вот не встретиться с шейхом, можно с ним встретиться, но можно вступить в дарикат. Вот есть такие некоторые даже экзотичные такие направления, их некоторые называют неосуфизмом, хотя этот термин тоже такой спорный, но где вот с таким сочетанием нюэйдж, да, очень много вот тех, кто называются суфиями, при этом не соблюдают предписания ислама, в частности, да, но вот какие-то суфийские практики соблюдают. Но моя статья была не об этом, это уже потом продолжение будет, это следующая статья, над которой я работаю, с таким же вот скрупулезностью и включением в это. Так как я сразу сказала, да, вот то, как мы работали над этой работой, может для коллег это норма уже, конечно, а для меня был новый опыт, очень ценный для меня, и я вот предпочитаю, если продолжать вообще заниматься, вот в этой сфере еще что-то делать, то только вот в таком русле, вот с таким подходом. Ну, я думаю, что еще будет вопросов много, надеемся, да, самое вкусное — это отвечать на вопросы, то, что интересно вам, поэтому я передаю слово коллеге. Исмелья, Ирбахмана, Ирбахим. Тоже хочу поблагодарить Рината Беккина, который вот нас объединил в такой коллектив. Он был изначально инициатором как раз где-то уже, наверное, два года, да, или больше назад, перед тем, как подготовить сначала англоязычный материал. Он соединился со мной, и он предложил поднять вопрос Грозницкой международной конференции, которая прошла в 2016 году в Чечне. Это Суницкая международная конференция, и там как раз обсуждался вопрос, что означает термин «Ахрюссунна вольчамау». Ну и вот здесь, видимо, вот этот интерес к понятию традиционный ислам пересекся, он предложил это сделать, и как раз я с точки зрения учебного материала для студентов, когда преподавал предметы религиозные течения и группы в исламе, использовал эти материалы, и родилась идея, что действительно, может быть, как-то в виде статьи вот этот материал обобщить. В англоязычном издании, в котором в Сарае у нас было, там были одни цели, а когда уже здесь, уже на русском языке, там появились другие цели, и больше было ориентировано уже на наш чурский и татарский ислам. Да, и поэтому англоязычная статья и русскоязычная, они отличаются. Тоже хочется сказать, что действительно, ну, я и так был уверен, что Ренат Бекин – это профессионал, специалист в его дело. Здесь просто мы еще раз это убедились, что действительно, работа по лицензированию, по редакции была проделана очень мощная, глубокая, слепое лицензирование было. Приходилось с рецензентами спорить, переписка велась, да, то есть некоторые положения нужно было доказывать, просто так рецензенты не пропускали. То есть вот этот тоже, этот подход профессиональный мне тоже понравился, здесь я присоединяюсь к своим коллегам, действительно, здесь Ренат Бекин смог нам обеспечить вот такую научную площадку. Площадку хорошую. Значит, по поводу вот понятия традиционный ислам, я сам, какая у меня точка зрения, да, то есть которая, может быть, кстати, не совсем отражается, не совсем видно ее. Для, вот, в самой статье, кстати, там один сюжет у меня есть, и вот где-то более 10 лет назад в газете «Ума», которую издавало наше духовное управление, Хузур. Значит, я там как раз этот вопрос тоже поднимал в одной статье, что является для нас традиционным. Правда, я подходил не к термину традиционный ислама, а вообще как слово, что значит традиционный именно для нас, не для нас, для татар здесь, на Казанских землях, в Лугоуральском регионе. И там я просто пошел по уже известным объективам. Сказал, вот у нас традиционно татары были суммитами, были ханафитами, мутуридитами, и в том числе в Тарикате, в Акшимаде. Вот я это и показал в статье, да, то есть была полинника потом с некоторыми местными мусульманами по этому поводу. Здесь я вот тоже вспоминаю как раз у Мурата Рамзи, это наш тоже, наш автор, да, который нам оставил такой труд, Тальфикуль Ахбар, суфийский шейх, да, долгое время проживал в Мекке. И в книге Тальфикуль Ахбар у него тоже есть, значит, заметка про маскар, ученых нашего региона. То есть он описывает ситуацию конца 19-го, начала 20-го века. И он пишет, что наши татары-мусульмане, они являются, по маскару фикхой, являются ханафитами, по иртикадам, по убеждениям являются натуредитами. Но на Кшамандии там так как бы проглядывается тарикат на Кшамандии в основном, потому что этих шейхов в биографии он поднимает, да, в этой своей работе, в биографии приводит. Именно в этой заметке он намекает на Кшамандии тихим зикрам. То есть если в наших мечетях будут громко делать зикр, то, значит, мы не дадут этого делать. То есть он указывал на то, что наши мусульмане очень твердые в следовании и ханафитизму, и мудридизму, и, соответственно, вирду, тихого зикра. На это он указывал. Ну, там дальше еще продолжение есть. И говорит, вот, все было очень хорошо, но вот появились там некоторые группы. Вот там ваххабитов уже упоминают, и бахаитов. Бахаит уже упоминает, да, бахаизм. Вот. То есть это вот как бы моя точка зрения. И у нас есть такое, каждый год выходит, это не у нас, конечно, выходит, а значит, в Иордании, на английском языке, каждый год 500 приятельных мусульман мира. То есть там каждый раз в предисловии повторяется статья некоторых исламоведов, в том числе из Америки, да, в основном сегодня мусульманского происхождения, где они тоже показывают, что сегодняшние мусульмане делятся на три основные группы. Традиционный ислам, значит, фундаменталистский ислам и модернистский ислам. То есть всех мусульман разделили на три направления, да, и даже приблизительно показали, сколько в процентах, значит, например, около 90% это традиционные мусульмане, около 9% это мусульмане-фундаменталисты, и менее 1% это мусульмане-модернисты, да, то есть и в понятии традиционный ислам они вели наши известные вот эти сунницкие мосхавы, да, ханафиты, шефииты, марикиты, ханболиты, также ввели в это понятие классических шиитов, да, и бодиты, которые вот сегодня тоже существуют, это остатки вот средневековой, хориджитской секты, но сами они себя хориджитами не признают, и до нашего времени сохранились, потому что являются умеренными, да, вот, то есть это вот взгляд, который, ну, пришел к нам с запада, так скажем, да, то есть я тоже согласен с коллегами, что вот эти конструкты, названия и традиционные, и фундаменталистские, и модернистские, это все установки запада, которые просто сегодня мы исследователи, а иногда и простые мусульмане, тоже используем в отношении наших мусульманских понятий, хотя, возможно, это не совсем, да, совпадает с тем, что сложилось в исламе. Возвращаясь к своей статье, значит, да, вот, я описывал вот эту, значит, конференцию, многие даже могут, наверное, я думаю, даже и не знать, что такая конференция в Грозном прошла, да, но, тем не менее, она для специалистов, кто в этой области, они об этом знают, потому что большинство представителей наших муфтиятов, российских, из бывших союзных республик, да, представителей, со всего мира собрались, крупные ученые, которые прямо специализируются, да, вот, в этой области, имеют степени научные, собрались и выпустили итоговый документ, то есть есть декларация этой конференции, которая на официальном сайте конференции, все это представлено, на многих языках мира, да, но там случился другой момент, то есть российские уже мусульмане, да, отдельно собрались и издали еще один документ, который стал называться Грозненская фетва, и вот после этого там был, значит, образно выражаясь, определенный скандал, да, произошел вокруг вот этой конференции, кто-то переводил, видимо, это на арабский, на другие языки, и друг друга просто люди там не поняли, да, то есть о каком документе шла речь, то есть есть международный документ, который на разных языках представлен, да, и появился руссклиточный документ. Первая половина документа, она, можно сказать, соответствует тому документу, который был международный, а вторая половинка там уже начинает, начинается несовпадение, да, то есть международный документ заканчивается, и там очень коротко говорится о сектах, да, а в российском документе там начинают перечисляться все вот эти названия, которые, ну, их можно объединить, как сарафитский ислам, просто там разные, разные термины приводятся, разные направления, плюс там были еще добавлены караниты и хабашиты, да, то есть вот документ отличался от международного, и вот вокруг этого очень много возникло вопросов, недоразумений, в том числе, когда обращались к, значит, участникам из Ближнего Востока, которые говорили, а мы вообще-то не издавали такой документ, да, то есть там под вопросом смысл всей конференции стали люди вопрошать, да, то есть почему появился какой-то документ, который с нами не обсуждался, некоторые стали отказываться от этой конференции и так далее. То есть это очень интересный, интересный дискурс вокруг этой конференции, интересный именно для нас, для специалистов, ну, для простых последствий, ислама, может быть, даже это как бы и не совсем нужный материал, но для специалистов, которые вот интересуются понятием традиционный ислам, потому что там были представители российского ислама, и там были некоторые муфтии, которые настаивали на том, что на этой конференции мы, мусульмане, сделали определение понятия традиционный ислам, да, здесь, вот что это понимается под этим термином. Вот, то есть моя статья вот была об этом, то есть вы можете более подробно познакомиться. Там я постарался объединить и материал богословского характера, для того, чтобы как бы подтвердить те итоги, которые были на этой конференции, плюс описал ту ситуацию, которая обсуждалась в интернете, в социальных сетях, в твиттере, там еще где-то, да, то есть как мусульмане реагировали, в основном журналисты, представители, там, других духовных управлений, разных, да, духовных управлений, как они реагировали на данную конференцию. И, вот, как бы, я считаю, что вот то, что вот мусульмане собираются и вот имели свои такие конференции, где они в таком, в научном режиме, да, обсуждают свои насущные проблемы, это хорошо, да, то есть, и так же, как мы здесь тоже, наша команда, она, мы все разные, у нас разные точки зрения, и это, я тоже считаю, правильно, да, что мы собираемся в единый коллектив, у нас есть какие-то моменты, где мы можем соглашаться, но, наверное, у нас есть много моментов, где мы не соглашаемся с друг другом, но, как, с одной стороны, представитель и, вот, светского исламоведения, да, и как представитель уже, значит, религиозного, да, образования, ну, с моей точки зрения, вот, как-то разные точки зрения обсуждаются, представляется это все для тех, кто этим интересуется, я считаю, это, это очень хорошо, в этом есть позитив, и это все вот потом заканчивается в виде вот таких трудов, которые находят своего читателя, то есть, если будут тоже вопросы, я потом буду присоединяться. Я хочу продолжить, вот, полигмически, вот этот дух, который инициировала Лейла Игусовна, да, и не согласится, Дамир Атганович, с одним моментом, что, возможно, вот, вот эта конференция и этот дискурс, да, поднимаемый там, интересен для специалистов и неинтересен для широкой публики. Вот я позволю себе не согласиться с этим, потому что, по сути, вот, мусульман это очень даже волнует и интересует, так как тема такого приемлемого ислама, неприемлемого ислама, который все время, да, вот, звучит в этом поле, и тема масхавов, приверженности масхавам, или, наоборот, отказ от масхавов, безмасхавность, это очень актуально, и с этим сталкиваются, вот, в реальной жизни мусульмане, современные. Так что, подобные книги очень нужны, и обсуждение этих вопросов, оно не только для узкого круга специалистов, но и для широкой публики все-таки. О чем свидетельствует, я думаю, и вот аудитория у нас сегодня. Можно вопрос? Ведешь вопрос? Да, вы поднимаете руку, я подкрою с микрофона, вы имеете в виду? Можно речь, как, наверное, еще, да? Я, наверное, сама жила в ключевые дискуссии. Но прежде всего, хотелось бы поблагодарить за тот большой труд, который коллектив ученых проделал. Это действительно фундаментальная вещь, то, что давно было нужно сделать, некий такой вообще еще труд по традиционному исламу, и поэтому хочется выразить вам большое благодарность за этот проделанную работу. Что касается, вот, Лили, ну, предложить, так сказать, включиться в полейнику, но на самом деле традиционный ислам, я бы с вами тут не до конца согласился в том, что это лишь конструкт, традиционный ислам впервые предложил, термин этот предложил Талгат Хазрят Таджиддин, на что вот присутствие здесь Райи Сюремонов впервые обратил, зафиксировал это, так сказать, в научных публикациях. Вот, то есть он это предложил как адаптивный перевод терминов на Сунна Вальджама. Поскольку для большинства людей этот термин звучит как Абракадабра, не проговариваем, он говорит, ну, традиционный ислам. Это не просто он миниологизм какой-то вел, это на самом деле достаточно, почти буквально перевод. Сунна это традиция, традиция пророка. И Ахли Сунна это есть, суннинский ислам это есть традиционный ислам. Но уже будучи созданным этот термин, пошел самостоятельное плавание и туда уже начали каждая социальная группа вкладывать свой смысл. И вот в этом смысле, да, он стал уже как конструктор. То есть появилось четыре значения. Первое, это то, что российский государственный ислам, в этом значении употребляют его государственные светские дети, Медведев, прямо об этом говорил, а как же обозначать ислам, который поддерживает российскую государственность. Второе, это вот обрядовый бабайский ислам, этнографический, в этом значении употребляют светские татары и противники традиционного ислама, салафиты, то есть воздевательском таком смысле. Значит, татарский национальный ислам это третье значение, это татарские националисты в этом термин употребляют. И, собственно, сунитский, богословский, автодоксальный ислам, это вот то, о чем назад говорил, что сейчас к этому переходит. Это как раз грозенский эффект, как раз это поэтому. То есть, изначально он возник, в принципе, достаточно органично, но потом, да, он превратился в конструкт, куда уже каждый добавлял свои смыслы. Вот, мне бы хотелось, похвалив в целом ваш коллектив, все-таки сделать, добавить пару, так сказать, ложечек дегтя в эту прекрасную бочку меда. Жаль, что здесь отсутствует Ренат Ерикович Беттин, потому что в большей части к нему будут адресованы замечания. Ну, действительно, работа была проделана большая, но, конечно, любые фактологические ляпы, искажения, они существенно снижают научную ценность. То есть, я так, как вы, внимательно не изучал, конечно, биографию такого фигуранта ваших книг, как Руслан Батров, но могу заметить, что он никогда не был проректором по учебной работе Российского Исламского Университета, вот, Слаэко Финди не даст солгать. Когда вы пишете, что фетву против карамидов, типа, или там, защиту Суну инициировал 73 участников, на самом деле 74, да, соблазнитель, 73, она такая хорошая цифра, поскольку есть хагист такого у нас, что Ислам расплодется на 73 группы, можно на этом сыграть, но в этом это не обыгрывается, но тем не менее. Но 74, но как бы это, никто здесь дорогой от таких фактологических ляпов, поэтому, как бы, не ошибаюсь, что никто ничего не делает, но есть, конечно, глубинные, собственно, вещи, которые, ну, в которых, ну, не просто это опечатки, там, какие-то такие фактологические неточности, а которые имеют концептуальное значение. Это, конечно, в первую очередь встречается в статье Рената Пекина, которую, научной статьей, но я бы с трудом большим назвал, то есть, это скорее скрытая полемика. Складывается такое ощущение, что вот у него там какая-то есть дискуссия там с Домиром Махетиновым, и вся эта статья, это вот какие-то разборки по поводу того, значит, там, значит, вот с ним. То есть, ну, и заодно прилетает тем, кто, значит, в его поле, так сказать, вовлечен вместе с ним. Ну, например, то есть, вот он, допустим, ту фетву, которую принял Совет Муфтев России, называют фетву о коронитах. То есть, ну, на самом деле, такой фетвы уже не было в Совете Муфтев России, была фетва о значимости Сунды. То есть, это важный момент. То есть, как бы, причем сам Вейкин пишет, что вот те люди, о которых он говорит, он их называет обновленцев, там, группа небольшая, то есть, он говорит, что к ним по отношению к ним термин коронит не совсем корректен. Корректен. Ну, посмотрим. Почему? И тем не менее, эту фетву, которая была инициирована и которая действительно была там в рамках таких дискуссий там с коронитами, мнимыми, значит, была принята, он называет эту фетву о коронитах. На самом деле, такой фетву, 6-18 фетва, это была фетва о важности Сунды. Так она, под таким названием, она опубликована на официальном сайте Совета Муфтев России. То есть, попытка приклеивания ярлыка, ну, это не совсем корректно для ученых. То есть, участвовать в этой дискуссии, то есть, либо ты ученый, который, значит, со стороны смотрит на все эти события, либо ты участник этих процессов, ну, тогда не маскируй, не маскируй свою борьбу, значит, под видом научной статьи. Но это тоже, как бы, не такая глобальная вещь. То есть, далее, в конце, вот он пишет про политическую диалогию обновленцев. То есть, он честно признается, что выявить политическую диалогию обновленцев не так просто, о своих политических воззрениях представители обновленческих движений в российском исламе, как правило, предпочитают не говорить публично. То есть, он прямо говорит, что у него нет никаких источников для того, чтобы реконструировать, так сказать, политические взгляды, значит, этих самых обновленцев. И после этого он делает такие выводы, что их видение отношений ислама с государством – это российская версия кемализма. И поясняет, что характерными признаками является вытеснение норм и принципов шариата из общественной сферы, даже там, где действие законодательства позволяет беспрепятственно их применение. Например, ношение хиджабов в общественных учреждениях. Но вы знаете, это, честно говоря, откровенная ложь. Что значит, что обновленцы вступают против хиджабов? Перед вами присутствует человек, который боролся и всю жизнь борется за хиджаб, имеет массу публикаций в защиту хиджабов, устраивал общественное слушание в общественной палате в защиту хиджабов. Это принципиальный момент. Он пытается выставить обновленцев, которые деконструируют ислам, пытается его всячески дискредитировать, что их политический кредо – это, значит, там, Путину, любое воззрение Путина. Политический кредо – обновленчество и безговор, что поддерживают политики, проводимые Путиным. То есть, ну, это ли, если вы по такому критерию определяете обновленцев, тогда кто у нас тогда Камиль Солигуллин, Альбер Кырганов и прочие представители традиционного выставки? Что-кто, но поддерживает безоговорочно политику Путина. То есть, все-таки, это, наверное, традиционалистский лагерь, а не столько обновленцев. В каком месте, то есть. Но в отношении хиджабов это тоже, это вот, как бы, ну, абсолютное не просто, вот, как сказать, недопонимание, недопонимание, а, значит, ну, намеренное искажение в вещах, которые были проговорены и неоднократно. То есть, есть вещи, которые можно недопонять, и там действительно, ну, как бы, автор не так понял. У Бекина очень много таких вещей. То есть, он, как бы, почему-то все время не понимает. То есть, в других вопросах он все прекрасно понимает, а когда, например, ему надо интерпретировать, значит, позицию, там, Садриева, он, значит, не понимает, что там он против намазов, там, против каких-то вещей. Ну, никогда такого не было. Никто не выступает против отрядов. То есть, выступает против того, чтобы не убивали, не резали голову за отказ читать намаз. Да, это есть. Чтобы, то, что у нас, например, в Болгарской Исламской Академии, когда там профессор говорит, что давайте будем сажать в тюрьму людей, которые отказывают читать намаз. Ну, да, обновленцы против такой позиции. Ну, никто из них никогда не говорит, что не надо читать намаз. Ну, это же вранье. То есть, никто не говорит, что надо снимать хиджан. Хоть кто-то это выступил хоть раз. Ну, это же нет такого. То есть, как бы, ну, за такие вещи в суд можно же подавать. Это же, как бы, намеренные кривита. Вот. Ну, и много вот такого рода вещей, как бы, они, как бы, присутствуют именно в статье Беккина. То есть, из чего я делаю вывод, что все-таки это не научные материалы, то есть, это все-таки полемика. То есть, маскируемые под научную статью. Не оспариваю право Беккина быть участником этих дискуссий, быть участником этих процессов. То есть, он тоже, наверное, в исламе, или, по крайней мере, ритмическим мусульманин. Вот. Он тоже имеет право на свой взгляд. Ну, тогда надо просто выйти из научных коллективов. То есть, и сказать, что да, вот я там не приемлю, значит, что я не согласен, что у меня свой взгляд на эти вещи. И так далее. Это будет честнее. А когда маскируются под видом объективного некого анализа, хотя там нет никакого... То есть, просто вот даже есть ссылки на статьи, где прямо другие вещи говорят. Ровно, противоположные. Он ссылается, как бы, там на вещи, вот там, например, в отношении, что муфти там чиновник. То есть, в ровно противоположном образом интерпретируют. То есть, вот это, конечно, ну, никакая не наука. Ну, еще раз повторюсь, моя гипотеза в том, что у него... Это просто его разборки. Не знаю, клянусь, не знаю, чем там действительно у них там между хеддином пробежала собака. Вот. Или там кошка между ними пробежала. Но такое ощущение, что это просто чисто роды, как бы, разборки с ними. Ну, а всем остальным, как бы, достается заодно, чтобы сказать. Лес робят, щепки летят. Ну, ни в коей мере не умоляя заслуги других авторов сборника, то есть, действительно, работа была проделана большая, фундаментальная, нужная. Вот. И в этой части хотелось бы вас поблагодарить еще раз. Ну, вот, Бекину, как бы, передать наш братский иссалям. Рахмат Раштампазар. И, знаете, вот всю эту дорогу я все ждала. А в чем же вопрос? И что вы хотите нам сказать? Нам-то, которая здесь присутствует. В данный момент Беккина нету среди нас, к сожалению. Очередной раз я об этом сожалею, да? И он не может вам сам ответить. И я-то все ожидала, что вы нам какие-то вопросы зададите. Вот. Так было бы честнее нам вести диалог с присутствующим здесь, а не с отсутствующим Беккиным. Время. 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 Ну, здесь я хотел добавить, ну, к моменту всего прочего, да, может быть, вот так выглядит ваша концепция, да? То есть так воспринимаются, так воспринимаются людьми. То есть вы как-то вот, может быть, со стороны посмотрели бы на себя, да? Как вот для людей этот месседж ваш доходит или нет он? Что вы хотите сказать? Нет. Ну, значит, это же не только его мнение. Это мнение не только Беккина, и другие там звучат же, похожие. Поэтому вот, может быть, на самом деле это как бы четко нужно пояснить, не яснять, как бы, может быть, и совсем понятно, это разъясняется людям или воспринимается. Вот это тоже такого нету и такого тоже момента. Я прошу прощения, я опять вклинусь, да? Я думаю, что Ренат Ерикович не нуждается в нашей защите, да? И что этот диалог еще продолжится, и он сам сможет обоснованно изложить свою позицию в том числе. Только добавлю, здесь действительно кошка пробежала, потому что в газете, которая издает санкт-петербургский Мухтасиба Думрэф, вышла критическая рецензия на одну книгу Рената Бегина. И вот, собственно, так, это их есть и будет писать. Но я думаю, что Руслан Батров в одной из публикаций на Бизнес-Удлайн напишет свой голос. Ну, мне так кажется. А теперь вопрос конкретный по традиционному исламу. Во-первых, к сожалению, в книге, я ее прочитал от Курки до Куркин, не говорится, с какого времени, вот прямо вот точную дату или год хотя бы, когда государство стало использовать этот термин «традиционный ислам». То есть, с какого времени, например, президент России, министр какой-нибудь, например, полпред, главы республик, например, Шайниев стал употреблять в своих публичных выступлениях, вот этот термин. Моя версия, что этот термин стали употреблять с началом Второй Чеченской войны. И тогда я его употреблял в тот период времени, еще он был и у президента Путин, то есть он приехал в «Толгята Джудин», у него была предвыборная поездка, и он тогда встречается. Ну, не «Толгята Джудин», он приехал, а заодно сидел «Толгята Джудин», он употребил этот термин. И вот стали употреблять. Это моя версия. Действительно, «Толгята Джудин» с легкой руки «Толгята Джудин» – это был брошен вот этот термин, и он, надо сказать, прижился. Даже то, что вышло в итоге книги, это такая доказательство. Вопрос остается, пытались ли отследить, может быть, сами, просто это, может быть, в книгу не вошло. И был ли аналог традиционного термина «традиционный ислам» в дореволюционной России? Ведь мы по традиционному исламу понимаем, ну, некий лояльный государству, да, ислам. По крайней мере, государство это подразумевает под этим. Вот хотелось бы понять, было ли, использовалось ли это что-то в исламоведческой литературе, может быть, чиновники писали в своих документах на эту тему, ведь они понимали, что существует какой-то нелояльный ислам, и лояльный ислам. Вот такой вопрос. Не знаю, кому, конечно, конкретно задать. Ну, что касается дореволюционного периода, я лично не встречал какой-то термин, то есть там «ислам», «российский ислам», ну, как вариант, то есть вот мы знаем Газпринского, да, «российские мусульмане», русские мусульмане, то есть все эти терминеры использовались, ну, там и Боизитовы, еще кто-то там всяких этих было, но так в целом такого не было, что как-то делали просто российские мусульмане, российский ислам. Государство же различало, например, условно, твоя, опять она была, я знаю, не очень. И какие-то храмы будут выглядели? Ну, не знаю, насчет «различало» я тоже сильно сомневаюсь, потому что в целом все мусульмане уже одинаково воспринимались. Если взять конец 19 века, последний четверть, 19 века ситуация совершенно изменилась, и у российского государства другие проблемы возникли. Это после отменки революционного права и влияния там Европы, и всякие течения революционные и так далее. То есть вся вот эта машина жандармистская, она занималась сдерживанием вот этих, с Европы вот этих, но введения различных там революционных движений и так далее, и так далее, народников и так далее, и так далее. И в этом плане российские мусульмане, в том время это уже духовное правление мусульман, сложившиеся официальские муфти, практически, которые министр, то есть это они отдали науку к мусульманам, и революционному мусульманскому направлению, и совершенно не считали это каким-то опасными людьми. И они не были опасными. Это первые вот какие-то сомнения возникают уже в начале 19-х, после революции 5-го года, после русско-японской войны, Ижгуби, это самые вот события Мадресе Ижгуби, это вот тогда вот в архивных документах, в жандармейстках, начинают прослеживаться вот первые там какие-то страхи официальных властей, на счет того, это какие мусульмане, это академисты, это джадиды, этих, кто из них опаснее, и они сами не могут разобраться. И вот, а так, в целом, я считаю, что понимание было такое, это мусульмане, они такие же, как и мы, верующие люди, то есть у нас мунициарственная религия, это православие, все, кто православные, они надежные люди, эти тоже надежные, просто у них другая вера. И вот такое отношение было, целым оно прослеживается по всем публикациям, по крайней мере, второй половины 19-го века, и начало 20-го века. Это потом уже, когда пан-исламизм пошел уже, тоже опять через Европу, через Ближний Восток, пан-арабизм, все эти явления, которых начали обсуждать, и это опасно ли, не опасно ли для нас, митресейш был пан-арабист или пан-тюркист, все эти вопросы задавались в этих документах. Ну, это потом началась уже революция, вторая мировая война, революция 1917-го года, и все это завершилось на этом. То есть до революции я не считаю, что там каких-то не видел, просто в документах, что какие-то там споры были, на счет того, это какие-то традиционные, нетрадиционные, это наши, не наши, вообще абсолютно. То есть взять того же Резор Калитина, вокруг которого много споров, то есть он слопит или в том был, то есть это вопрос, который постоянно задают, но там никогда никто не задавал этот вопрос в конце 19 века. Да, да. Да я просто, если возражу, смотрите, ну и давайте вспомним, например, географию Зайдума Рассула. Вот казалось бы, да, он сегодня считается таким одним из столков, традиционный слава, да, но его отправили в ссылку, а ссылку, значит, он был какой-то нелояльный. То есть все-таки, просто если вы не знаете, можно сказать, я не знаю, то есть как-то власти пародировали, мы можем изучить, кого-то отправляли в ссылку, значит, он был каким-то вроде нелояльный. Да, в случае с Зайдумом Рассулем тут вообще речи о нелояльности нет. Там сами же мусульмане написали донос, и как это происходит. Сами же мусульмане, там конкуренция за баство, вот и все. Он слишком популярен был, слишком много людей вокруг него собиралось. Ну и привез там какой-то зикр отличный от принятого, общепринятого. Вот они и начали. Но это же не значит, что он нелояльный. И когда здесь уже примешивают государственные какие-то структуры, все уезжается в кучу. А я хочу сказать, вот есть первый проекционный слав, который служит в постсоциативе. Было ли его, подням государство, что понимаем? Государство подразумевает в нем лояльность существующему политическому режиму. Вот так я тебе произнесу. Дальше мы можем уже интерпретировать. Кто-то скажет, нет, это обряды, энергетический, народный слав. Это может быть нам еще теологию подвести. Но вот с точки зрения государства, это подразумевает именно лояльность. Если запах, например, условно говоря, кто-то будет говорить, допустим, там, полгода Таджудина будет говорить что-то против существующего государства, он тут же будет объявлен нефекционный слав. Вот нечто подобное существовало в Российской империи, нечто подобное термин. Очевидно, что традиционный слав – это термин, который с начала 90-х годов. С легкой руки Таджудина использовался, потому что мы не видим в трудах советских исследователей, они употребляют термин от обрязовый слав. Но что-то же использовать. Потом были дореволюционные славоведы, которые тоже исследовали это. Ну ладно, мы просто отпустим. Мой вопрос еще в том, самый главный вопрос. Я хотела бы здесь добавить, может быть, немножко, опять же, не совсем ответ на ваш вопрос, но из того, что я изучала, а я изучала одинаковали и множество проблем, которые он в своей жизни испытывал, и сравнивала тенденции, которые на Кавказе происходили. Не я сравнивала, просто у нас был круглый стол, на котором кавказские наши коллеги добавили очень интересные моменты. Все-таки противостояние государства и ислама, по крайней мере, в татарском ареале, до революции, оно проходило в каком-то смысле по линии экадемизма-джадидизма. То есть чиновники государственные видели в джадидах угрозу здесь и поддерживали экадемистов, потому что они были менее активны, менее подвержены каким-то новым влияниям и имели меньше перспективы на расширение своего влияния. А интересно, что если мы смотрим Кавказ, это вот Наврузов рассказывал, что на Кавказе ситуация совсем по-другому развивалась. То есть наоборот, чиновники царские на Кавказе боролись с суфийскими проявлениями, а джадидов они поддерживают. То есть получается, нет такого, то есть то, что, по сути, то, что вы говорили, да, с чем, что больше носило угрозу для государства, с тем и боролись, хотя по природе кавказский джадидизм и, допустим, татарский джадидизм это, ну, схожие явления, но там они не представляли угрозы, здесь они представляли угрозу, поэтому с ним боролись. Наверное, правильнее будет не то, что представлять, но то, что обладает большим влиянием на верующих, вот то и... Второй вопрос был, который тоже не ответили. Попытались ли отследить, с какого времени уже в постсоветский период государство начинает употреблять этот термин? У меня вот есть статья, она вышла недавно в вестнике Российской нации, где, возможно, я не совсем рассматриваю проблемы традиционного ислама, но там идет речь о мусульманском образовании и когда вообще государство начинает совершать реформу в этой области, и тогда они начинают включать в риторию как раз традиционный ислам и отечественные школы, богословские школы. Вот по моим документам, по поводу образования, когда шли эти программные документы, это 2002 год, когда отечественная богословская школа, но, собственно, традиционный ислам это уже 12-14-е годы, где везде абсолютно, то есть прям у меня в статье есть ссылки на Медведева, Путина, там, в Медведеве... Это очень поздно, просто мне, в моей точке зрения, в моей точке зрения, что как раз Вторая Чеченская война, грубо говоря, определила выбор этого термин, он стал использоваться в риторике. Просто если проследить, условно говоря, выступление, не только Путина, там можно посмотреть Киренко, когда он был во главе полупредом, да, может быть, чиновники статусом ниже могут быть, с какого времени Шейни стал употреблять этот термин, там тоже очень интересно посмотреть, с какого времени. Просто если отследить, это не обязательно, ведь государство, это не только ВВП, да, Путин, это может быть и чиновники пониже статуса. Раис, я желаю вам опубликовать эти ваши воззрения, и мы с удовольствием придем на презентацию и обсудим это. Здесь, в принципе, здесь что-то ответить. Если задача эта не ставилась, здесь это нет, это завершаем. И здесь это надо, конечно, это изучать, несомненно, то есть нужно все это ввести в научный оборот, дефиксировать, именно когда это было впервые было произнесено, но в 99-м году там больше стали говорить о своем отечественном образовании, то есть это, что нужно создавать свою систему исламского образования, это больше об этом говорили, и там и законы приняли запреты на ваххабизм, да, так, в Дагестане и так далее. То есть вот это, да, на самом деле, говорили, но там больше, по-моему, про образование говорили, что надо самим готовить нам и мамов, и так далее, и что-то, я бы не помню, что про традиционный ислам, там, как термин это звучал, но возможно, то есть я специально это не отслеживал, я думаю, что в следующий раз, когда кто будет заниматься, это, конечно, он должен обратить на это внимание и зафиксировать, когда это появился термин, и четко, чтобы никаких доводовочений не было. У меня еще вопрос остался, да, вот, в каждой группу статье в нашей Азад и Лейлэнде. Вы действительно взяли очень интересный момент, взяли, многих рлюбезных деятелей, там, с точки зрения, там, Рустама Патрова, точка зрения, там, Рустама Нургариева, Камильевская, Голина, но вот мы знаем, что у нас есть такой имам, он даже целую книжку написал про традиционный ислам, почему он ее сдал, вы просто не увидели, не включили, там же тоже очень интересно, как он пытался изложить эту точку зрения, как он видит, в его концепте, я вкратце скажу, социально направленный ислам, что понимать под словом традиционный. Ну, я видел, конечно, у меня книги есть, но мне кажется, там только название, это рейтинг и славные книги, а содержание там абсолютно ничего не то, поэтому ее не стало даже, не стали ее использовать. Все славные знания, конечно. Салям алейкум, очень здорово, что коллеги так внимательно читают ваши книги, я пока ее еще не читала, и как просто человек, который вышел на книжной полке, конечно, внимание обратил на название. спасибо за такой прекрасный вечер, очень все это интересно. Хочу, перед тем, как задать вопрос, небольшую реманку о том, что вот я русская, я в исламе, и мне кажется, это тоже такая черта или традиция ислама в Татарстане, что он ассимилирует людей и других национальностей тоже, очень активно, по крайней мере, там на женских девичниках, видно, что иногда русских женщин бывает у 50%, и они мусульманки. Вот, и теперь, внимание, вопрос. Кто же, если мы знаем о том, что ислам действительно мирная религия, делает такой политический заказ, что в международном медиапространстве, и это то, что меня действительно волнует, он подается как неприемлемый, немирный, недобрый, мне интересно ваше мнение, как происходит вот этот общественный процесс, что его позиционирование именно в глобальном, да, миромопространстве имеет совершенно противоположную тенденцию? Ну, на самом деле, это вот эти хобби, они не сегодня, не вчера появились, это очень давно, это с крестовых походов еще, то есть, это когда вот мусульманский мир столкнулся с европейской культурой, да, когда у них, они начали конкурировать с друг другом, и мало того, когда вот святыни, христианские, они указались под контролем мусульман, и вот эта вся дискуссия, во-первых, в Европе возник интерес, мусульманам до сих пор, до этого времени на них не обращали внимания, это переводы Корана, это по большому счету, первые переводы Корана, это не научный интерес, это желание понять, знать врага своего, лицо знать врага, да, то есть, вот с этим были связаны первые переводы Корана, и по большому счету узнать, как вот разбить этих Магометан, или там, как там их называли, да, в то время, Сарацинов, и так далее, и так далее, то есть, это вот столкновение двух цивилизаций, оттуда пошло вот это, вот эти все дискуссии, вот это объединение взаимное, да, потому что, если мы возьмем, например, с вами древнерусскую литературу, полеи, допустим, какие там сейчас в голове приходят хронографы, святые полеи, как там, забыл же еще название, эти названия, первая литература, христианская, православная, она была переводная из византийских, да, и поэтому, вот эти, всякие, магометане, там какие были, вот эти термины, агаряне всякие, там оскорбительные, все вот эти вещи, которые попали в русский язык, и в русский фольклор, они из, перешли за эти чеки-мене, вот эти, из этих всех, из этих всей литературы, они попали в русский язык, и фольклор, и потом, как бы стали использовать, но на самом деле, это были переводы из византийской литературы, а византийская литература, богословская, православная, христианская, она писалась в то время, когда шло уступление исламского и мусульманского мира, то есть, византия была зажата, и вот эта дискуссия, которая велась византии, с мусульманами, против мусульман, и она попала в эту литературу, и потом она перешла в русскую, православную литературу, и вот эта дискуссия, это противостояние постоянно продолжается, оно продолжается, и в какое-то время европейский мир, он считался слабее, когда арабы восточные, арабы в мусульманский мир усилились, и сейчас они считают выше, потом это все вылилось, вот эта теория, вот этот евроцентризм, и вот этот евроцентризм, он сейчас и давлений до сих пор, и на самом деле, никто и в Европе, и в Америке до сих пор не отказался, несмотря на себя, как толерантность, от этой, в принципе, идеологии, и то есть мы выше, мы великие страны, мы выше этих всех там, этих мегабитанов, то есть мы должны контролировать, мы должны создавать какие-то организации, которые должны через них, этот мир, третий мир должен действовать, работать, они сами пока не готовы, они не способны, вот это такое отношение сейчас есть, и поэтому этот диск, диск, он есть, повторяю, и противостояние продолжается, и поэтому здесь ничего удивительного нету, и все эти объединения, они всегда будут звучать, это во-первых, ну, в большом счете, это страх, да, страх перед неизведанным, то есть вот эти, те, которые, вещь, когда потом тоже попали в поклёр, и в европейский тоже, всякие там, чёрная борода, допустим, там, да, это же всё, это же иранский образ, да, образы шахов, за бородой, каджарские шахи, да, то есть чёрная борода, это каджарский шах, это вот всё оттуда идёт, и вот эти страхи, они вот до сих пор, они существуют, и они не дают вот возможность, как бы, вести диалог, как с равным партнёром, и, во-первых, страх, во-вторых, нежелание признать, что этот достаточно такой же цивилизованный мир, и такие же люди, просто у них другая религия, у них другая культура, и они никогда не перейдут вот ту удобную, скажем так, глобальную европейскую культуру, и сколько проходит веков, что мы там делали, сколько мы не могли, если открывали, всё равно они остаются в своей культуре традиционной, и вот это тоже, что в какой-то мере бесит вот этот, ну, скажем так, евроатлантический мир, да, и не даёт, и вот это опять порождает новым вот эти все вещи, все эти дискуссии, это вот противостояние продолжается, это противостояние цивилизации, оно есть, и оно никуда пока не денется, я думаю, и не денется никуда, потому что, или надо глобализировать, всех сделать молодого ребёнка, пока это не получается, потому что, или Восток, или Востоке сохраняется, в отличие от нас, сохраняет свои традиции, и пока это ещё не видно, что это меняется, что-то. Мне кажется, что надо всё-таки не забывать и о тех действительно негативных тенденциях, которые связаны с мусульманами, это и ИГИЛ, и нынешний Афганистан, и там отрезанные головы, то есть это тоже не создаёт особо благоприятного образа ислама. Вопрос, почему это происходит у мусульманских сообществ, естественно, не из-за того, что ислам такой, а, наверное, социумы поставлены какие-то условия, которые порождают такие жуткие феномены, с которыми нужно работать, образование, обучение, масса других вариантов, с, как бы сказать, с воспитанием, да, но, тем не менее, Азад просто демонфирует, мне кажется, западный мир в данной своей речи, да, я бы хотела, чтобы мы не забывали и о другой стороне тоже. Я присоединись к Лейле, да, но Лейла на более в таком глобальном масштабе это отметила, а я бы даже на межличностном уровне бы это отметила, что зачастую от самих мусульман зависит, да, как их будут воспринимать представители других конфессий или неверующие. Ну, я, наверное, такие очевидные вещи говорю, но у каждого есть примеры, когда вот человек просто вот является таким вот отражением, да, какого-то определенного мировоззрения и каких-то ценностей. И если мусульмане проявляют какую-то нетерпимость, да, категоричность излишнюю в том числе, то они, конечно, вызывают опасность. Это накладывается вот уже на существующие шаблонные стереотипы. А кто проявляет такую духовную сущность ислама, то они иногда бывают, оказываются таким неожиданным таким открытием для кого-то и удивление даже вызывают и говорят, как, оказывается, вот такие мусульмане бывают. И каждый, наверное, знает такие примеры в том числе. Позвольте тогда в продолжение вот вопрос азарт. Вот вы говорите, что во всем виноваты они, но это хорошее. Вот, и, собственно, к названию вашей работы «Ислам, имеющий мирную и добрую сущность». То есть вы уже сказали, что это вам, так сказать, навязало издательство, это полиэтест такой, так сказать, книги. Но мне интересно ваша позиция, а вы, ну и всех авторов. То есть, действительно, как вы считаете, традиционный ислам, нетрадиционный мусульман, мусульманин, у него в голове может сработать много сбежащих механизмов. Он там, соседя, соседа, там вряд ли у него там топор поднимет, потому что он там с ним детей в воде, в детский саде ходит. А вот именно если, когда мы говорим о доктрине традиционного ислама, о ханафийском исламе, где там у Аль-Кудури сказано, что воевать с неверными это обязанность каждого мусульманина, даже если они на нас не нападают, это буквально точная цитата, забивать камнями грешного человека, где сказано, что если человек имеет хоть иное мнение, да, в вопросах ислама он считается муртатом, его тоже нужно убивать за инакономыслие, которое приравнивается куфом. А чтобы куфр сделать, это достаточно, это там просто какое-то второстепенное толкование, он в вопросе второстепенного толкования. И так далее. Все эти вещи вы прекрасно знаете. Вот. И как вы все-таки считаете, опять-таки, не о мусульманах речь, а о доктрине, которую мы сейчас достаем из сундуков пыльных, из библиотек и начинаем воскрешать. Сама доктрина действительно средневекового понимания ислама, которую мы называем традиционным исламом, ханафитского в том числе, она действительно не такая уж имеющая мирную и добрую сущность? И так ли уж значит ангажированы наши цивилизационные оппоненты, когда нас тыкают вот в эти труды исламских классиков, где все это черным по белому написано? Действительно ли все-таки ислам имеет традицию? То есть у вас понятно, книга не об этом как бы в целом о самом контексте, конспекте. И вы уже сказали, что вам это название навязали, но ваша точка зрения доктрина, она действительно ли такая уж не у традиционного ислама миролюбивая или нет? Я начну, потому что у меня очень жив пример недавний. Я являюсь рецидентом Европейской комиссии в Брюсселе, которое начало проект «Религия, мир и толерантность». Суть проекта заключается в том, что они создали сайт, благодаря которому даются фрагменты, допустим, из Мединской Конституции, из высказывания Амара, из Мардинского или Аманского соглашения. Это только примеры, которые касаются ислама, но у них еще есть другие христианские какие-то фрагменты. И потом молодежь должна, смотря на все эти вещи, создавать небольшие фильмы. Это просто такой проект. Так вот, для того, чтобы ввести в курс дела. Так вот, я столкнулась с тем, что все исламские фрагменты носят негативный характер. То есть, если что-то там про ислам, то обязательно какая-то дикость, какой-то вармус там. И я попыталась организатора, главного организатора, который профессор католического университета в Киеве-Вене, недалеко от Брюсселя, объяснить, почему именно так происходит. И тут он раскололся, он сказал, что ислам изначально в своей доктрине имеет пренебрязительное отношение к другим этносам, к другим религиям. И тут я спросила, скажите, пожалуйста, вы как считаете, религия создана Богом или это отражение социума? Тут он ничего не сказал, но к чему я сейчас это все хочу сказать? Я считаю, что религия в том виде, в котором мы наблюдаем ее на протяжении истории, это порождение социума. Да, есть Коран, есть какие-то фразы, но если вы возьмете Коран, то в Коране есть и то, и другое, и третье. И что из этого вы берете, это исключительно дело социума. Если, поэтому, когда мы говорим, что в основе ислама лежит мир, толерантность, добро и мирная сущность, да, откройте Коран, вы это найдете. Если мы скажем, что в основе Корана вы можете найти там нетерпимость и еще что-то такое, если у вас в голове война, вы найдете в Коране войну. Поэтому, вот, в каком состоянии находится общий социум, то измучание превратает религия в этом социуме. И, я попробую тогда себе добавить, не если в голове война, конечно, это правильно, но дело в том, что в Коране право-то в таком смысле ничего нет, чтобы, даже если имея войну в голове, это надо настолько исказить Коран, чтобы все там искомеркать, а потом преподнести так, чтобы в Европе всегда, как бы, ну, в западноевропейском, да, вот таком, и в западном целом к Исламу тиражировался в такое отношение, вот так вот сейчас сказать, да, даже на таком вот уровне всегда негатив об Исламе сказать. Исламе сказать, ну да, еще хочу добавить, что надо все-таки исторический контекст, да, вспомнить, то же самое, что убивать неверных, да, кто неверный, то есть это там язычники, да, если мы знаем, что там, о чем идет, о чем шла речь, но на самом деле здесь и мусульмане могут тоже ползу примеров найти, да, в христианской литературе, то есть это вот мне кажется это абсолютно ну не очень правильный подход, но много что было там, я не знаю, если взять, мы читаем Достоевского сейчас, мы на других любевать будем, мы же все изучаем Достоевского, да, это не значит, что я преступником стал прочитать Достоевского, ну вот так пример, то есть на самом деле это как бы пища для размышления, ну не знаю, то есть вы так трактуете, да, кто-то другой по-другому трактует, третий по-третьему, то есть сколько токсиров написано, да, то есть это у каждого на самом деле есть свое понимание одной и той же вещи и нет, мне кажется, истины в последней станции, но по крайней мере вот то, что вы говорите, доктрины там, ну скажем, словно говоря, там направлены там уходи на разрушение, на войну, но она же не изменила, то есть холодильники не стали какими-то моддитами, они пока нормально, они живут, вроде никак не убивают. то есть еще масса других факторов тоже, сударства не дают имущественную улицу. То есть это же не благодаря богословию, а вопреки. Ну я не думаю, что, во-первых, надо... Ну, насколько это, насколько опять же вопрос возникает, насколько люди, насколько люди религиозные, насколько они готовы следовать за этим предписанием, это тоже вопрос. Поэтому опять, повозвращаясь к этому, мы говорим, что у нас народ очень большие обряды исповедуют ислам. То есть эти вещи вообще не волнуйте. Это вот сейчас вот стало, я поэтому это подчеркнул, сейчас вот и комит-кадрес стал поднимать эти вещи, и вы стали с ним спорить насчет этого, насколько это средневековье, средневековье. Так, в принципе, это людей большую массу не волнует, основную массу. Я же про людей спрашиваю, про книги, но вы же и про людей пишите про традиционный славу. Я сразу говорю, что у людей проблем как раз нет. Речь о тактрии, вот вы действительно считаете, что тактрии сформулированы в Средние века, ну, условно в Средние века, то есть в Ханатинском Маскаре в том числе, а она действительно нет, не слышит. У людей, к людям вопросов нет, люди толерантные, люди и так далее, они преодолевают, они не слегливают, это да, то есть, вы как все время есть масса защитных механизмов в голове срабатывают, которые не позволяют, то есть, они не всецело отдают себя религию. Я спрашиваю, про доктрилер, вы же про доктрилер пишите в книгу, то есть, вы действительно считаете, что средневековый ислам, изложенный в книгах ханатин и прочих, имеет мирную существо? Посмотрите, это было, кстати, из «Любов Хазарята», то есть, они вот это удивлены, то есть, это, 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 из-за одного высказывания, поэтому, это как бы не отображает наш, мы из-за разной точки зрения, разной точки зрения приводим, я не знаю даже, вот, что сказать, ну, мало ли что предсказать, сейчас вот, это опять будет как бы ввод в сторону, но сейчас там осуждает и критикует, сносит там бампи и Колумб и так далее, за то, что было там 300 лет назад и здесь у нас то же самое получается, мы сейчас будем ворошить то, что было там 300, 400, 500 лет назад и осуждать тех людей, которые тогда в тех условиях, мы не знаем, что там таким влиянием, опять же влиянием государства, может быть, правители каких-то, они вот приняли вот так, именно в такой форме эту доктрину, да, написали, предложили, то есть, мы не знаем, как это было, это не значит, что нужно слепо все это принимать и сейчас это брать, использовать это, и поэтому всегда это речь о том, что ислам, он меняется, он современный, он учитывает все, и так далее, вот, и я, вот так, в мое мнение, такое. Ну, я не являюсь профессиональным исламовидом, но я очень востребована, как литературный обработчик переводов с арабского мусульманских книг и составит отельского, и однажды мне приходилось редактировать перевод с английского книгу египтянина, которая основалась в Америке, он доктор медицинских наук, специалист по эмбриологии, хасгут, лидинг мусульман, и вот здесь прозвучал термин агаряне, почему так называли мусульман, но этот вопрос, который был задан этнически русской мусульманкой, почему так негативно, такое противостояние, и Азат Марсевич это объяснил тем, что ну вот это было цивилизационное такое противостояние, мне кажется, этот конфликт, негативное восприятие, вот основанность на хасгуте, он уходит глубже, и еще в библейские события, дело в том, что мы знаем, что у Авраама был первый сын Исмаил от Агари, и вот по хасгуту мусульмане считают, что именно Исмаил, первенец, рожденный от служанки, он был взят вот на эту гуру для совершения жертвоприношения, а потом уже свыше это было отменено, и вот в рамках этой библейской концепции происходит такой сбор, потому что там в библии говорится о том, что был взят на жертвоприношение Исаак, если не учу и бутро, и вот основа конфликта и основа негативного восприятия мусульман, она как раз в этом, вот в этом можно сказать теологическом вопросе. И не только в этом. А? И не только в этом. Ну, вот я просто делаю это добавление, то, что я знаю из этой книги. Спасибо. Девушка здесь, спасибо. Правильно, что дискуссия. Я хотела продолжить дискуссию вот о том, о чем вы до этого говорили, о том, о чем говорил Рустам Петров и Азат Марсович по поводу того, что негативный образ ислама. Вот если обратиться к исследованиям, которые писали по диалогу авторы, которые изучали ранние века ислама, то мы там увидим, например, эдинбургский ученый, я забыла, к сожалению, его имя, если кому-то будет интересно, я найду, он изучает как раз диалог между мусульманами и христианами, он пишет о том, что в ранние века ислама, еще при пророке Мухаммаде, вперед выдвигались коронические аяты, которые очень позитивно относились к людям писания, то есть к иудеям, христианам. После смерти пророка Мухаммада, когда начались столкновения с мусульман и христианами за территорию, за владение и так далее, в этот момент вперед начали выдвигаться аяты, которые уже как раз говорили о том, что о разделении, тогда появились зимы, налог, дизи и так далее. То есть в ранних веках ислама автор, который это как раз изучает по текстам, он пишет, что этого не было, это более позднее. И в зависимости от времени, как сегодня говорилось уже, действительно выдвигались вперед идеи и аяты, и хадисы, те, которые сакрализовали, легитимизировали с точки зрения религии существующую политическую в том числе ситуацию. Вот это я хотела сказать. И также добавить по поводу термина традиционный ислам, о котором сегодня очень много говорилось. Мне вспомнилось, я абсолютно как-то воспринимаю этот термин как такой полемичный, который действительно очень сильно менялся, в том числе не только с точки зрения, что мы говорим о традиционном исламе, то есть мы его ищем в средневековье или позже, или когда Путин медведев употребляет и так далее. Это же разные пласты, то есть когда мы ищем его мусульманской традиции и то, как государство понимает. Вот я вспомнила, если говорить о том, как понимает государство, я вспомнила книгу Михаила Долбилова «Русский край чужая вера», который на примере трех религиозных традиций, по-моему, у него, там есть католичество точно, иудейство и, мне кажется, протестантизм, у третьей религии я не помню. И он показывает то, как государство в самом деле поддерживало ту или иную конфессию в зависимости от того, как ему это было выгодно. И здесь вспоминается, конечно, дискуссии, которые понимают редакторы об империи про рационализацию, да, то есть рационализм империи, то есть империя, как многоконфессиональное государство, живет и поддерживает то, чтобы оно все хорошо функционировало и так далее. И если возвращаться к исламу, вот Дмитрий Юрьевич Арабов, ныне покойный, мне посчастливилось неоднократно бывать на семинарах, где он участвовал, и он в статьях тоже об этом пишет, что очень часто чиновники поддерживали то направление в исламе, вот он про имперское время пишет, да, и говорит то, которое надо было поддержать, чтобы не было вот какого-то единого объединения, не было этой единой силы, то есть если мусульмане там, особенно это прослеживается в начале 20 века, когда они пытаются там общий язык Тюркии, общую, одну единую фетру, Фахритин там предлагает проект сделать, да, то есть прибавить свой голос, то Российская империя в то время, она наоборот, ну и Российское государство, она наоборот создавала условия, которые их разделяли бы. Мне кажется, про традиционный ислам это как раз вопрос очень сильной лояльности, то есть государство в данный момент и там политики могут называть вот это направление по традиционному исламу, чтобы поддержать, а на другой конференции или там другой встречи будет другой традиционный ислам, ну потому что ну вот, так вот, спасибо. Здравствуйте, меня зовут Екзавета, я русская мусульманка, год назад приняла ислам, и вот у меня такой вопрос, когда я приняла ислам, изначально я предполагала, что ислам имеет действительно мирную и добрую сущность, но столкнулась с таким моментом и аспектом со стороны братьев, со стороны сестер, это, если можно назвать такой травлей, что в соцсетях, что и в жизни, когда в тебе, например, я искала общество сестер, чтобы как бы укреплять имам, да, и познакомилась с сестрой, которая ко мне подходила и говорила, а какое право ты имеешь носить штаны, то есть я говорю, ну как, я получается, я иду к тому, чтобы, да, к правильному исламу, и как бы вот периодически в соцсетях я вижу, что большинство мусульманок травит, да, то есть и блогеров, и психологов-блогеров, и в том числе задают вопросы, а почему ты это делаешь, что, естественно, бывает, сталкивалась с ситуациями, когда выводят из ислама, вот, та же самая сестра, которая говорила мне, какое право ты имеешь носить штаны, она мне до этого рассказывала историю, что она также делала наставление другой сестре, и потом, потому что она вышла из ислама. Стоит сказать в их защиту то, что правда, есть категория людей, которые делают расставление, да, должны делать расставление, но они же делают это неправильно. Так вот, мне интересно задать вопрос, исходя из заколовка, да, ислам, имеющий мирную и добрую сущность, как такое происходит, если внутри самого ислама идет жесткая борьба и такое противостояние? это первый вопрос, и второй вопрос, что с этим можно сделать сейчас, на данный момент? Спасибо. я думаю, исламам это тоже очень часто встречается, потому что, когда люди осваивают какие-то базовые религиозные знания, у них появляется иллюзия, что теперь им все понятно, вот как дважды 24, таблицу умножения выучили, и вот теперь они требуют, чтобы все жили по этой таблице умножения, а на самом деле конечно же жизнь намного сложнее, и в исламе эта сложность многообразия жизни тоже учитывается, но это просто чисто человеческая природа, и это свойственно не только мусульманам, но я вот хотела было как раз у нас же преподавателя Российского исламского института и Казанского исламского университета, который как раз готовит специалистов по исламу, да, с углубленным пониманием ислама, вот как эта проблема решается у нас в Кузе, может несколько слов скажете? Это больше наверное богословский, этический вопрос, наверное это вопрос не к исламоведам, которые со стороны ислама изучают, этот вопрос нужно задавать проповедникам, представителям ислама, кто да, самим мусульманам, понятно, что мусульмане разные, это относится к тому, что если вот сейчас мы сказали мы готовим специалистов, да, в данном случае вот ваш вопрос он связан с такой дисциплиной как методология исламского призыва, то есть как правильно с людьми общаться, там психология, педагогика, то, что мы торбия, исляния называем, очень много людей, которые видимо да, как вот здесь уже было сказано, они принимают ислам, они очень активные и к сожалению не владеют вот этими методиками, как правильно общаться с людьми, как правильно доносить основы ислама, с другой стороны мусульмане тоже особенно новые, они не подготовлены да, то есть к тому, что видеть таких мусульман, здесь мы уже вспоминаем уже как вот некоторые из предыдущих поколений некоторые проповедники да, там говорили когда они говорили, что изучайте ислам, но они не смотрите на мусульман, да, или как у нас у татар там было, то, что молла говорит, делайте, то, что молла делает, не делайте, то есть это уже старая, старая проблема, поэтому нужно нормально к этому относиться, то, что вы сказали, это относиться к другим религиям, другим направлениям, то есть везде такие люди есть, везде они создают определенные проблемы во всех вот этих религиозных традициях, эта проблема есть, она не связана только с исламом, да, и здесь вот какие-то некоторые вопросы звучали, это не вопросы, которые только с исламом связаны, а вообще с любыми религиозными традициями, религиями. Везде люди разные, везде они понимают по-разному религиозные догмы, по-разному понимают священные писания и, соответственно, разные точки зрения. В вашем случае еще вот непонимание того, как правильно вести исламский призыв. То есть есть специальная дисциплина, методология исламского призыва, где изучается этот процесс, объект призыва, как с кем общаться, изучается также специфика, то есть в мультикультурном обществе человек живет, или в монокультурном и так далее. Везде есть свои разные подходы, но есть активисты, которые действительно слишком активны и от лица религии они хотят поступать, они наставляют, но не всегда делают это профессиональным образом. Спасибо большое за эту встречу. У меня такой вопрос, два вопроса, первый вопрос и внизу. Ристарифонов в своей статье написали, что вот лица, которые занимают, ну, более-менее такую официальную позицию, несколько стесняются выражать свою принадлежность к какому-либо террикату. С чем это может быть связано и какие могут быть у этого последствия в дальнейшем? И несколько вопрос из другой сферы. Вот мы говорим о том, что традиционный ислам в условиях страны, где нарушены каналы обратной связи между правительством и гражданами, то есть в условиях авторитарного государства, начинают трактоваться как такой элемент того, что воспринимается только как... того, что воспринимается легитимным только в условиях непротиворечия действующему политическому режиму. Но строите этот вопрос в демократических странах, то есть там, где есть возможности представительства, возможности репрезентации на уровне законодательных органов. И вот концепт традиционного ислама, допустим, в демократических странах настолько же размыт и стоит ли говорить о том, что этот концепт имеет место быть в условиях демократической страны. Если я смог спроволировать, прошу ответить. Спасибо за задание. Спасибо за ваши вопросы. Я первая отвечу на вопрос, адресованный непосредственно мне. Почему некоторые представители официального духовенства избегают, да, в публичном пространстве признавать свою принадлежность тому или иному тарикату? Ну, причина здесь вот те же, о чем мы сейчас говорили. Определенная нетерпимость присутствует среди мусульман самих же. Среди вот этим очарованием суфизма, наряду с этим очарованием суфизма, также присутствует и полное отторжение суфизма и такое критическое отношение к нему, как к определенному такому вот искажению ортодоксальной вот самой правильной истинной линии, да, вот некоторыми это так понимается. И представители вот такого критичного отношения к суфизму, их голос довольно такой громкий, я бы сказала, да, и это вызывает определенную опаску у суфиев. Это одна причина, да. Они просто не хотят вот нагнетать вот это напряжение. Ну, вот в частности, я когда брала интервью у Камиля Хаздрата Самигулина, я и статьи об этом тоже пишу, поэтому я об этом могу говорить открыто, это опубликовано. Интервью было очень интересным, и я очень хотела его опубликовать полностью, отдельно, где-то в каком-то интернет-издании. Но когда я ему показала статью, он отказался. Он сказал, что это может вызывать фитнес, потому что, будучи официальным руководителем, да, Оммой, некоторые вещи он не может публично говорить, некоторые свои воззрения даже он не может, потому что мусульмане разные, и кто-то может категорически быть не согласен с его позицией, и этим он не хочет вот вызывать это раздражение. И эта позиция понятна. Точно так же, и вот они, не хотят вызывать раздражение. Еще другая есть причина. Суфии, те, кто практикует суфизм, они практикуют такой своеобразный аскезу и смирение, да, такое смирение духовное. И здесь присутствует вот такая скромность определенная, чтобы не привлекать к себе излишнего внимания и вот этого ажиотажа. То есть уже другая сторона, да, вот особого такого интереса, чтобы не привлекать и такого вот возвеличивания даже, да, вот чтобы с этим соблазном не сталкиваться, они предпочитают вот как бы оставаться в тени. Вот еще такая причина. По поводу вашего второго вопроса, я специально не изучала этот вопрос, но тем не менее, из того, что я знаю, могу сказать, что во Франции, например, есть организация, немножко похожая на наши муфтияты, но более свободная такая система, но туда тоже принимают, то есть есть определенные общины, которые наиболее влиятельны, и они тоже, так сказать, отодвигают все остальные организации, если вдруг какие-то гранты, а там грантовая система очень мощная. Ну и еще один пример, у меня мой коллега, он из Алясхара приехал в Германию работать там, но он такой вот проповедник яркий, харизматичный, очень интересный, и к нему в мечеть в Германии приходили просто прям толпы народу, так вот германское правительство закрыло ему визу, и он вынужден был уехать в Штаты, сейчас он живет там, и он говорит, что германское, ну по его мнению, опять же, мнение одного человека, все очень субъективно, он говорит, что они не заинтересованы в ярких лидерах, и больше германское правительство, по его мнению опять же, поддерживает салафитов, потому что салафиты создают не очень привлекательный образ ислама, и тем самым способствуют тем, что он не такой популярный. Это частное мнение, просто репутат. Елена, давайте, пожалуйста, еще раз поблагодарим участников встречи, и теперь, наверное, если никто не против, я думаю, есть возможность написать книгу у авторов. В свою очередь мы хотим поблагодарить вот это замечательное пространство и организаторов за такую возможность встретиться с читателями. Благодарим всех читателей, благодарим коллег, благодаря вам у нас прям получилось тут настоящий такой круглый стол своего рода научный. И спасибо тем зрителям, которые это выдержали, потом этот специфический такой диалог наш, да, профессиональный. Для нас то он интересен, ну, надеюсь, что зрителям это тоже было интересно. Спасибо. 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 Субтитры сделал DimaTorzok